приветствую всех так сегодня речь пойдет вот об этих двух ножах этот нож и этот принципе этот первый раз у меня этот нож уже я затачивал не раз вы его видели это м 398 это постоянный клиент скажем так человек охотник вот этот нож был на охоте да кстати термичка здесь сергея бурова вот и этот муж был на охоте 4 лося было разделано этим ножом сейчас появится вставочка из-под микроскопа вы увидите в каком вот так выглядит подводе после четырех лосей разделанных в принципе видно что нож правился ничего критичного даже вот никаких выкрашиваний по большому счету даже вот микро подвод еще остался видите от основной заточки то что я делал еще можно было смело потихоньку править разделывать и работать в общем вот так вот вот так это все выглядит в принципе что я могу сказать вполне себе еще рабочий нож который можно было поправить также еще и он бы еще я думаю на носике вы видите там по микроскопу видно что не совсем удачно и правильно давайте наверно вот так я возьму тысячный подработанный гальванику тысячную все равно я его буду немножко перетачивать да потому что человек опять собирается на охоту и хочет чтобы нож был хорошем состоянии так чтобы угол поймать не вот так вот в принципе м 398 хорошие термички правится он довольно таки неплохо я думаю вот этого даже будет хотя здесь на носике нужно чуть побольше ну вот так вот и немного кожи немного кожи здесь у меня 75 паста нанесена можно сейчас посмотреть поменялось ли что-то или нет но поменялось и причем вот он уже стал резать но нож острый им вполне еще можно было работать но желание человека иметь острый нож на охоте это скажем так хорошее желание да теперь вот этот нож меня к нему особый интерес м 398 в принципе вы видели как он затачивается но если будет желание посмотреть пишите я вам это покажу вот меня заинтересовал больше вот этот нож я конечно не знаю что это за производителю здесь написано очень так плохо видно хели что такое хели но судя по всему это какая-то углеродка как вы видите сделано сканди спуске рукоять здесь уже другая человек сам ее сделал вот и у меня полный карт-бланш по поводу заточки этого ножа что сделать как заточить и у меня возникла такая мысль ну наверное все таки надо чуть поправить сканди спуске они во первых неровно сделано это раз можно посмотреть в какой угол это все сделано попробовать поправить и микро подводик сам микро подводик я хочу сделать маленькую линзу 32 почему так почему такое решение принято но во первых он изначально очень толстый сведений сведений сведения в обухе здесь не знаю четверка наверно точно по обуху целиком маленькая ширина клинка сканди спуске они же подводы ну и микро подводик я думаю для лучшего реза для лучшего вхождения во что-то да может там где-то по суставу этим ножом смело можно работать потому что он не поломается я думаю маленькая линзочка на микро подводике ему не повредит в общем наверное вот с этого и начну давайте так его можно зажимать как есть единственное что может быть чтобы мне подобраться к сканди спуском я наверное сейчас поставлю филейные зажимы так филейные зажимы я поставил теперь надо попытаться его сюда зажмется смело зажмется вот так вот прямые участки все замечательно почему филейные зажимы потому что сканди спуске могут быть углы не такие большие и чтобы мне спокойно их сейчас попытаться проточить поправить вот здесь неправильно я уже зажал потому что могу зацепить могу зацепить вот так вот вот так вот так вот это нужно сделать вот так ну вот так что здесь можно взять что здесь можно взять наверное можно взять карбид кремния да потому как это углеродка или попробовать гальваникой сначала давайте попробуем гальваникой карбид кремния сейчас от него столько грязи будет так что показывает угломер угломер показывает ну вот так вот где то насколько я вижу 14 градусов давайте вот так вот сделаем чтобы мне понимать где будет идти камень где он будет снимать с этой стороны спуск подвод немного пошире чем с той стороны ну сейчас и посмотрим как все интересно а здесь угол совсем другой вот почти 20 а здесь 20 идет по подводу а сколько здесь здесь 16 как интересно как все интересно ну я вам скажу так смысла углы менять нет никакого в общем буду делать так первый раз в своей практике я это сделаю я сделаю здесь такой угол который на этом подводе а здесь сделаю сделаю угол тут который сейчас то есть получается здесь 16 16 и он еще идет поднизу ну что смотрите 12 12 градусов в общем сейчас я протачиваю вот этот подвод на 12 градусов переворачиваю попадаю в угол этого подвода протачиваю его в тот градус который он есть но и потом уже следующим этапом будет линза так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Получается ровненький, красивый подводик. Можно добавить немного масла. Ну и все, вперед. Продолжение следует... Так, ну вот, в принципе, смотрите, подвод выровнен, подвод более-менее нормальный, красивый. 13 градусов. 13 градусов я это запомню. Теперь здесь. Здесь, если не ошибаюсь, 20 было. Даже нет. Давайте вот так, 19. Да, 19 градусов. Смотрите, взял я карбид кремния, тот, который шел у меня в комплекте с моим Касимом. Зеленый такой. И он буквально за 4 минуты я выровнял подвод. Просто он грызет ее с такой неимоверной скоростью. И угол получился здесь, на этом спуске, ну, 19,7. Интересно, конечно, что из этого и всего получится. Сейчас я еще этим же камнем пройду по той стороне. Там, если я не ошибаюсь, было 13. То есть разница почти получается в 7 градусов. Такую громадную разницу сейчас выровнять на системе, это просто нереально. Поэтому делаю именно так. Вот по этому камню. Блин, 12 градусов. 12. 12. Все, сейчас я эту сторону пройду карбидом. И посмотрим уже на то, что получилось. Такое. 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 ну что я могу сказать очень активно работает камень единственное что самое интересное что ширина вот можно поставить можно попробовать поставить 14 и ширина подводов станет одинаковой но нет этого делать я не буду я сейчас просто выровню эти скане спуске подводы а по ним уже сделаю как и говорил линзу в общем все сейчас я быстро проточу здесь в принципе чуть чуть до низа дайте здесь чуть до верха пару минут работы не буду занимать ваше время включить чуть позже так в общем смотрите ситуация следующая вот что у меня получилось с подводами они блестят но самого начала все пошло не так как я думал именно именно углы настолько разные что какой линзе может быть идти речь если например я хотел сделать 18 пусть даже 19 20 здесь 19 здесь 12 7 градусов разница если линзу делать например на 20 градусов она здесь будет вот такая здесь будет вот такая ну то есть понимаете будет что попало поэтому пойду дальше таким же нестандартным путем как самого начала а именно вот на самом деле такой вот именно такое первый раз за сколько лет первый раз попадается вот такой нож честно я не понимаю почему у него такое сведение ну да ладно это может быть когда нибудь я об этом узнаю сейчас что хочу сделать микро подвод смотрите здесь 12 здесь 19 значит здесь будет 20 градусов ну а здесь будет 22 наверно потому что или сейчас посмотрим начну с тысячного гриталона а потом добью это все чугунным притиром с алмазной паста 10 7 и так 20 ровно здесь вот так по его движение давайте вместе посмотрим что получается получается такой вот подводик на где моё стекло величины замечательно замечательно вот так вот сейчас вот так будет подводик да еще что я заметила я вам потом это покажу нож кованый почему я так решил ну во-первых вот следы ковки во-вторых вот здесь на обухе видна середина и видны обкладки так есть заусенчик а здесь если там 19 ну давайте попробуем 22 нет 22 наверно будет мало 23 что у нас тут 23 где он пойдет нет наверно 22 два градуса пусть разница будет вот так 22 вот такая ширина получается как и там ну вот это вот уже радует радует так заусенчик не вышел видите как интересно все и вот сейчас нужно добиться чтобы выскочил заусенчик чтобы это все работала значит еще чуть-чуть а он начинает потихонечку расширяться вот так вот так надо было вот так надо было все таки 23 наверно делать и он Ой, 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 как расширился. Да? Мне очень приятно. Начинает потихонечку идти. Возвращаюсь сюда. Здесь 20 опять. А это замечательно, что все-таки прошка с оксикубом. Так бы туда-сюда с угломиром гонять это все. Это знаете, наверное, ширина будет абсолютно одинаковой. Вот он, плотный, хороший. Заусенчик. Замечательно. Поехали. 22. Вот так. Да, чуть-чуть он будет шире. Чем на той стороне. Надо было все-таки 23 делать. Ну да ладно. Здесь вот почему-то он выходить не хочет. Значит, 23. Поднимаю. Вот так. Потому что и заусенец не выходит. И подвод расширяется. А это мне совсем не нужно. Честно, если меня этот нож вымочил сегодня, просто кошмар. Когда сталкиваешься вот с таким, то на самом деле вот он есть, заусенец. начинаешь просто теряться от того, что на самом деле что с этим совсем делать. Так, здесь сняли заусенчик. 23. Здесь тоже подснял. 20. Да, это, конечно, танцы с бубном. 23. Ну что, давайте посмотрим, что получается. Ну, здесь ширина такая, здесь ширина, но в принципе можно сказать, что она одинаковая. руки уже не держит. Лента упала. Заканчивается уже неудобно ее держать. А я вам скажу, Решет, там неплохо. даже вот так вот. Ну что, предлагаю чугун. Чугун и паста 10. вот так совсем капелюшку. Эх, не капнуло. Вот так вот. Масличко. Все. Выставляю 20. 20. Делаю вот так вот. 23. Ну и все. И пошел переворачивать. Так, ну что, закончил я все это дело. Я так понимаю, закончились мои мучения. Ну и посмотрим, что. Вполне себе. Смотрите. Вот так вот. Да? Ну, если честно, мне результат-то нравится. Эх, загибается длинная бумажка. Вот так вот, да? Ну что, посмотрим на то, что получилось. Если честно, такой нож, вот с таким вот сведением, чтобы вот так мучиться. Ну, на самом деле, первый раз мне такое попадается. Ну, вот так это все выглядит под водикой. Самое интересное, что здесь 12 градусов. Видите, подвод какой узкий. Здесь 19, подвод широкий. Ну, я их чуть-чуть полирнул. Вот такие вот подводики получились. Вот такие. То есть, с одной стороны 20, с другой 23. Смотрите, как он режет. Как вам такое? Для такой нестандартной заточки, да я считаю, даже очень, вот так вот. Да, и хотел вам показать, вот смотрите, в обухе, я думаю, увидите, по бокам блестящие, а внутри черная поставочка. Вот, отлично видно, да? вот так сварена. и здесь вот поэтому видно, что это ковка поверху. Ну, и все-таки, вот что это за клеймо? Может, кто-то это знает, что это за фирма такая? Я, если честно, с таким сталкиваюсь в первый раз. Рукоять человек уже переделал. В общем, отдам нож, посмотрим, поработает, понравится, не понравится. По-нормальному, конечно, его бы переслесарить и сделать ему одинаковые углы на спусках. Но, с другой стороны, чтобы сейчас не снимать лишнего металла, остаться вот в этих допусках, да, ну и, в принципе, затачивать его вот по этим подводам, по этим углам. Почему нет? Смотрите, проваливается, внутри видно что-то у него, какая-то серьезная железка стоит, обкладки я не пойму, из чего, но они ржавеют, ну, здесь явно ламинат, вот, две обкладки светлые и одна черная. Внутри, в общем, вот такая сегодня была нестандартная заточка, нестандартное решение было принято для того, чтобы привести этот нож в порядок и по большому счету придать ему внешний вид и заставить его резать. Вот, я считаю, что у меня это получилось. Вы пишите свои мысли, как бы вы поступили на моем месте, что бы делали вы, ну и вообще, как вы на это на все смотрите. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok